В оперативную обстановку в Харькове на сегодняшний день у нас было зарегистрировано 81 тысяча заявлений и сообщений граждан. Это примерно на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Из них возбуждено уголовное дело по старому внесено в реестр. Это примерно 11 тысяч заявлений. Было зарегистрировано тяжких и особо тяжких практически 3 тысячи преступлений для 1900. Из них убийство 39 было зарегистрировано, 26 убийств раскрытых. 13 убийств не раскрытых, но хочу сказать, собственно, убийств это там будет не больше 5 преступлений. Остальное это мы вносим в реестр для полноты проверки и самоубийства, и уход несовершеннолетних детей из дома. То есть это квалифицироваться как убийство и сразу проводится расследование. В дальнейшем это все закрывается. Развоев рост практически в два раза 79, в прошлом году было 40, но из них 60 разбойных нападений раскрыто. Рабежей на пути некоторое снижение, точнее тоже небольшой рост 490-530 было в прошлом году, и практически 200 преступлений было раскрыто. Хочу сказать, что на прошлой неделе в Афрундинском и Оженикидзовском районе задержано 2 группы было лиц в одной 2 человека, в другой 3. Из одной группы двое несовершеннолетних 15-16 лет, которые совершали грабежи пожилых женщин. Сережки вырывали из ушей, скажем так, открывали цепочки. Лица задержаны, порядка 50 эпизодов, я думаю, будет инкриминировано. Рост происходит, квартирный краш практически 6,5 тысяч в этом году и 5 в прошлом, то есть практически на полторы тысячи тоже работа ведется. Угон и хулиганство здесь преступление практически совершено на уровне прошлого года. 56 тысяч заявлений из всего массива поступивших не содержат криминальных правонарушений и проверялись как обращение граб. Большая часть заявлений поступает на линию 102, очень большая нагрузка, до 500-600 звонков в сутки мы принимаем. Очень большое количество в этом году, 26 с начала года, было анонимное сообщение о заминировании различных объектов. Было открыто 18 уголовных производств, проводится расследование, устанавливаем виновных. Большое количество массовых заходов, более 600 в этом году произошло, в них до миллиона грабан приняло участие. Милиция обеспечивала все эти массовые заходы, в общей сложности порядка под 30 тысяч мы задействовали милиционеров в течение этого периода. Ну, хочу сказать, мы не ради цифр работаем, в принципе, есть и конкретное преступление, конкретные успехи, не все, может быть, еще у нас получается, не все раскрыто, но работаем, готовы ответить на все ваши вопросы. Володимир Масков, Украинская служба, Радіо Собота. Будь ласка, расскажите про хід следствия о студентах юрданских. Ви не открыли, как я понимаю, за статтею, за статтею розбірки міжэтнічной, так? Чому саме? Да, следствие триває, мы порушили четыре криминальные справи за опасным замаху на убытство, порушена криминальная справа за роздвиненый напад и массовое хулиганство. Не возбуждалось уголовное дело по статте «Межэтнічний конфликт», потому что в ходе следствия, в принципе, достаточно уверенно можно это заявлять, что не в этом была причина. Причина была в предыдущих каких-то стычках, и в ходе этого конфликта, как вы знаете, пострадали не только граждане, скажем, арабы, иорданцы, а и пострадали граждане Украины, причем явно, скажем так, с лавянской внешности. Одна из них женщина. И в ходе конфликта, ну не конфликта, а разбирая события, которые предшествовали этому конфликту, где это шла толпа, и на пути этих молодых людей были люди, опять же, скажем так, восточной внешности, и арабы их не трогали. То есть все это, они целенаправленно шли к этому кафе, и произошла с аннастичкой. Поэтому мы сейчас квалифицировать как межэтнические столкновения не можем. Спасибо, пожалуйста. Вы сказали, что четыре уголовных дела назвали только три статьи. Покушение на убийство, разбойное нападение, массовое приказание. Четыре уголовных дела мы возбудили именно покушение на убийство по каждому факту нанесения телесных повреждений гражданам. Четыре потерпевших в тяжелом состоянии, вы знаете, с чередным огромными травмами, и по каждому факту таких было покушение на убийство. И плюс поэтому еще был один факт, у гражданина Украины забрали мобильный телефон, цепочку, плюс общее преступление, это массовое сквозное операцию. Я поняла. И была информация о том, что с тот же день задержали пятерых человек, подозрение участия в этой драке. А где они сейчас? Избраны ли меры пресечения? Какие? Меры пресечения не избраны. Проведены с ними следственные действия. Сейчас то, что у нас проводятся экспертизы, сложные экспертизы, потому что на месте происшествия было очень изъято много биологических материалов, принадлежащих преступникам крови, святы крови, проводятся анализы ДНК, в таком преступлении, где очень большое количество граждан, что задействованы преступникам, нужно поставить, чтобы все точки, очень большое количество экспертиз, очень тщательных, поэтому в этом сейчас время. То есть их неуведомые подозрения? Да, подозрения еще никому не вручат. И отпустите? Да, меры пресечения не имеют. Спасибо, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то подробности по задержанным? Есть ли они члены каких-то политических паркеров, общественных организаций? Очевидцы говорили о том, что у некоторых из них были немецкие кресты на футболках. Так ли это? Есть ли какие-то еще задержанные? Может быть, какие-то работы, какие-то ли тут с новым задержанным? И также вчера было некое происшествие на Токаро-Яршу, тоже вообще в студенческом городке. Была ли это драка? И что там делается, что-то члены лица? Да, я понял. По первому происшествию, да, на Токаро-Ярша, немецкие кресты, такого у нас нет. Есть одна футболка, которая взята с рисунком кельского креста, как это определяет. То есть относится ли это к какой-то группировке? Мы не знаем, сейчас проводим работу, где это можно приобрести, либо это есть символика какой-то организации. Те из наших задержанных, они конкретно не числятся в никаких политических партиях. Ну, я опять же повторюсь, в ходе расследования не установлено каких-то политических или межрасовых разжигающих выкриков, призывов. Поэтому, ну, на данный момент я только так могу это прокомментировать. По происшествию вчерашнего, да, был вызов на Токаро-Ярша молодежь, ну, группа людей громко себя ведет. Но драки там не было, наряд выехал. У нас это зависит на на Дзержинском моротделе. Заявлений никого не поступало. В принципе, группа людей праздновала слишком громкое окончание судьбы. Это было иностранцы были? Там были иностранцы и граждане Украины, но это неконфликтная ситуация была. Еще можно вам сказать, что задержанные, что они говорили, почему произошло, по лесу неудачу. Я не могу подробно комментировать, я, в принципе, говорил, что мы как бы установлены, это были не связаны с межнациональной какой-то родиной, это были предыдущие, я скажу так, какие-то конфликты, которые ранее происходили. Спасибо. С информацией, Олег, да, сохраняя этот вопрос, есть ли еще задержанные? И те пять задержанных, как они между собой связаны? Они были задержаны в одном месте? Нет, они были задержаны не сразу, я уже тогда, когда первую пресс-конференцию провалил, сразу после, в тот же день, они были в разных местах. Они не в одном месте задержаны, в разных местах. Как они связаны, сейчас мы это устанавливаем. На данный момент больше задержанных нет, но я сказал, что у нас достаточно есть следов биологических, которые изъяты, просто нужно как бы расставить все по своим местам. Сейчас очень сложные экспертизы проводятся в ДНК, биологические, чтобы оно и смогли конкретно вину каждого приберить. Это вот требует законодательства. К сожалению, ну не к сожалению, не правильно сказал. Руководительность у нас не предусмотрена ни за что, да если мы знаем, что люди на присутствуют. А можно ли что-то говорить о личностях, когда студенты, это рабочие, кто-то... Там различные категории, я уже говорил, это молодые люди, там по 22 лет, ну не работающие, могу сказать, еще. Спасибо. Да, пожалуйста. Руководители этого гуртожитка, и те, кто ранее жили, говорят, что подобные акции происходят через год и всегда они спрямованы на сварки, на драки и с иноземцами. А враховую, че это все, вы расследуете, это ланцюжок, и че уже проводили встречу, особенно вы, и с иноземными, и студентами, потому что они сами сказали, что это очень шкодливо отзеркаливается на имиджи Украины, на студентском, на харккевском и так далее. И сюда никто не будет приезжать. Спасибо. 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 В принципе, у нас есть контакт с ними, можно сказать, прямая связь. Мы готовы им то, что можно показывать. Они нам помогли найти свидетелей, которые проливаются на эти события. Спасибо. Плюс было, я извиняюсь, добавлю, понедельник встреча со студентами вузов, ну там был мой заместитель, проводил встречу со студентами вузов, тоже и представители областного аппарата, тоже касаемо этих событий. Спасибо. Пожалуйста. По уголовным производствам по статье 206, это хулиганство. Проводится расследование, но пострадавших нет, есть только заявление российской стороны с требованием разобраться и тому подобное. Спасибо. Пожалуйста. Мы проводим работу и расследование 206. Там есть люди, которые систематически занимаются провокацией. Я их могу назвать, но вы их отлично знаете. Почему против них не возбуждено никаковое дело по поводу возбуждения национальной вражды в городе Хаси? Что вы называете провокацией? Я видел людей, которые ставят с национальными флангами Украины. Можно их национальными флангами проводить провокации? Господа, это мне дело, давайте. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ я не слышу пока. Мы, я вам ответил, первое, я считаю, что там не люди, там стояли люди с национальной символикой Украины. И провокаторы там были, не знаю, мы не готовы сейчас как бы назвать конкретных людей, но проводится расследование, еще раз говорю, по статье хулиганство. Спасибо. Когда будет недодержанность. Да, мы всех их знаем и даем, но чтобы оценку давать, в преступлении должен быть состав и хулиганский мотив. Сейчас мы изучаем. Будет хулиганский, если у них будут действия были хулиганские мотивы, мы дадим ему. Зеленка является не хулиганские мотивы, да? Я ответил. Еще раз. У нас не менее вопросов. А я с пристрастием. Следующее. Выбросилась с этажа одна мусульманка, которая закончила рус. Ее изнасиловали. Что по этому поводу вы хотите сказать? Кто это сделал? Я хочу ответить на ваш вопрос. Сказать ему, ну а чего и хотите. Первое. Да, студентка мусульманка. Студентка мусульманка. Гражданка Туркменистана. Да, давайте корректно. Что? Корректно надо, корректно надо. Я корректно и говорил. Спокойно. Спокойно. Студентка Туркменистана. Выбросилась из окна. В середине дня при осмотре места происшествия была обнаружена предсмертная записка, в которой она говорила, что с ней был совершен половой акт. Ну то есть да, ее изнасиловали, как говорят. В данной ситуации сейчас возбуждено уголовное производство по статье 152. Это изнасилование и 153, это удовлетворение половой нетрадиционным способом. Есть, она в принципе указала, и свидетели есть, которые указывают на четверых молодых людей, тоже граждане Туркменистана, которые вместе с ней учились и вместе, скажем так, отмечали получение диплома. Сейчас проводятся работы, проведена... Опять же, весь вопрос упирается в экспертизы, в биологические экспертизы. После этого будет дана оценка действиям этих молодых людей. Спасибо, пожалуйста. Мария Варва, 112 Украина. Андрей Евгеньевич, скажите, пожалуйста... Возвращаясь к погрому на Адакара, я... Знаете ли вы, в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие органовские студенты? И уже заправила Адрани, насколько я не знаю. В каком они сейчас состоянии? И второй вопрос. Вы говорили на следующий день после погрома, что введен режим мусильного патрулирования. В частности, студгородка срывается и режим зараз. И на какие части хайпа, скажем так, он распространяется? Спасибо. Да. По студентам двоих, как мы знаем, вывезли родственники в Арданию. Вот. Они, ну, на тот момент, когда их перевозили, они были в тяжелом состоянии, неконтактные. Двое тоже. Один в тяжелом состоянии, один переведен в палату. Но следственные действия, вообще, проведение с ними сейчас ограниченное. Мы картину понимаем, но стараемся их не беспокоить, потому что состояние еще тяжелое, очень тяжелое. А какие вопросы, простите, вы будете проводить следственные действия с теми сегментами, которые находятся в Ардании? Когда станет этот вопрос, мы будем проводить, есть посольство Ардании, есть наше посольство, есть международные договора, есть возможности. То есть, я думаю, мы, если будут какие-то вопросы, на которые нужно будет ответить именно от тех граждан, дай Бог им здоровья, они, я надеюсь, вернутся в Украину, до Украины. Мы покажем, что не связано это с междунациональной войскостью. Теперь по охране, да, сразу усиленные меры, в принципе, они продолжаются, задействованы, приближены, скажем так, наряды не только Катакара-Яроша, а и другие места, где общежития, иностранные студенты проживают. Это усиленные наряды, плюс задействованы наряды специального батальона милицейского и батальона Услобожащина, Харьков-1. То есть, они тоже патрулируют город. Ну, для проверки могу сказать, что за это время я сам лично выезжал туда два раза, и ночью, в ночное время давал водную. Наряды являлись в течение 5-6 минут, то есть, как это положено, подлежали покольные машины. Вводные были связаны именно с такими массовыми беспорядками, совершенно непорядками. И по вчерашней, по вчерашней ситуации то же самое, когда поступил вызов, наряды были там в течение 7 минут. А как долго будет продолжаться вот этот режим в основном времени? Ну, пока я не готов сказать именно по времени, но мы оценим оперативную установку, когда спадет какой-то нокаут. Но, тем не менее, все равно этому району, в принципе, и уделялось всегда какое-то внимание. Не потому, что там много иностранных студентов, это все-таки молодежное место, и у молодежи зачастую бывают конфликты, и уделялось раньше. Ну, продвинется еще за вопрос, тем более летнее время, период сессий. Сейчас вам напряжу у нас. Текундочку, Владимир. Проверите к новости, Марина. Вы говорите, что причиной столкновения стали предыдущие стычки. Да, вот известно, какие именно это были? Мы проверяем несколько версий, но, как бы, конкретизировать я пока не могу. Да, мы знаем, да, какие происшествия все. И вот, как я ранее сообщал, мы проверяем несколько случаев стычек между... Это с рестораном связано? С рестораном связано? Нет, с другим строением. Спасибо. Давайте расширим спектр вопросов. Да, пожалуйста. Стас Михайлович, скажите, пожалуйста... Если про ресторан, скажите, мы проверим про ресторан. Скажите, пожалуйста, вот ситуация с распространением наркотиков, нелегальной продажа, более проституция, которая дает широкое поле криминальной обстановки, как цифр нам стоит? Хуже стало? Лучше. Лучше проституции стало? Хуже, лучше. Нет, где взять наркотики, да. Ну, там же говорят, подрались, может быть, это и за наркотиками. Может быть, напились, ребята, нелегальной ложки? Давайте я вам так скажу. Во-первых, служба БЭП сейчас реформируется из структуры городского управления и вывели. Но мы проводим сейчас... На той неделе начали активно рейды по первые сигареты контрабандные, алкоголь, который контрабандный, из Крыма завозится, и российские сигареты есть российские. Я, в принципе, не взял, но мы уже изъяли достаточно большое количество. Сейчас будет решение судов. Я думаю, мы организуем уничтожение, и с удовольствием вы пригласили журналистов, продемонстрировали, что продается у нас. Именно российские сигареты, которые производятся в Крыму, в России. Тише, пожалуйста. А потом, куда идут эти деньги? С проституцией... Ну, есть материалы, люди работают, мы занимаемся. Есть специальная служба в УВД области. Ну, я думаю, они сами вам прокомментируют результаты своей деятельности. Наркотики. Да, пожалуйста. Наркотики, ну, опять же, это длительная работа. И, скажем, наркотики, они всегда есть, но у милиции работает. Мы изымаем наркотики. Какие конкретно вас что-то интересуют? Есть, опять же, служба ГНОН, тоже реформирована. Сейчас она выведена из штата городского управления. Но и другие службы, начиная от административных служб, милиции наружных и глава народа, не может быть этим выявлением мест хранения, сбытного аркотики. Спасибо, да, пожалуйста. Андрей Евгеньевич, здесь, пожалуйста, мы все-таки хотим уточнить, что 5 задержанных, которые, я так понимаю, отпущены. Почему они отпущены? Эти люди не имеют отношения к покушению на убийство, к массовому хулиганству. Чтобы определить человеку конкретные эти, нужны конкретные доказательства и конкретно доказать его конкретную роль в том или ином преступлении. Учитывая, что было большое количество, мы насчитали 37, ну, по видео, которое взяли, 37 человек, каждому конкретному человеку нужно инкриминировать каждое конкретное действие. Это занимает время. Ну, однако же, как меры пресечения, а вдруг эти люди причастны? Меры пресечения, меры пресечения, то же самое, избирается за конкретные действия конкретному лицу. Каким образом они, как у вас там, они тогда не задержаны? Есть ли какие-то подозрения? Мы с ними работали, провели следственные действия. Сейчас идут экспертизы, проводятся. Когда будет сообщено подозрение, мы сразу же проинформировали. Надзор за них есть какой-то торже? Ну, они на территории Харькова и никуда не делаются. Они, ну, достаточно активно сотрудничаются. А также, насколько я помню, СБУ заявляло, что в этом преступлении есть российский свет. Есть что-то по этому поводу? СБУ заявило, вы спросите. Мы расследуем уголовное преступление, и пока что еще, кроме всего, уголовного преступления, я лично ничего не объясню. Можно повернутися до хлопцов, про яких вы говорили с национальной символикой? Скажите, пожалуйста, а еще от группы молодых с национальной символикой, но и последовательно несколько месяцев возле разных органов влады себя по-хамски, с матами, иногда с яйцами, с зеленкой. Чи вы правдовы их действия, символика и так далее? Чи они могут себе почуваться безкарно, свободно, спокойно? Я не могу комментировать свое отношение внутреннее к этому, только с точки зрения наличия или отсутствия в своих действиях состава того, этого преступления. По данным части данных лет, были административные материалы составлялись ранее и передавались суд. Будет уголовное правонарушение, будем привлекать договор. 15 суток шководства. Решение по материалам это принимает суд. Мы только фиксируем, составляем перед ним туда. Сколько суток, это не будет. И что до памятников Ленину, скажите, пожалуйста, что там, там много памятников валялося в ночи, и весь час говорили открыто криминальное проведение. Одна справа, даже в видео зафиксировала, как это делали при органах милиции. Скажите, кого здесь поймали, или не поймали? Опять же, криминальное производство открыто, да, но вышел закон по декоммунизации. Это не относится к этому. Изучается этот вопрос, и проводится расследование. Спасибо. То, что было сделано до предъявления закона, является нарушением. Вы сами отлично это знаете. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Дмитрий. господин начальник, скажите, пожалуйста, я все-таки считаю, что с этой пресс-конференцией очень важно подчеркнуть информацию по деянию Ната Караяшина. Я могу сказать, международная общественность была рада. К нам даже некоторые журналисты иностранные не приезжают к этому поводу. Сегодня мы услышали, что еще 5 человек фактически отпущены. Скажите, пожалуйста, вот действительно более детально обратились исследователи по мере пресечения Раши. Какие сроки экспертизы проведения? Чтобы были какие-то конкретные детали, потому что люди хотят понимать, когда происходит с вами. Я максимально прокомментировал сроки экспертизы. И кто-то есть в розыске уже из других людей? Есть ли такие пары? Спасибо. Я вам максимально прокомментировал по этим лицам, но больше добавить нечего. Сроки экспертиз тоже я не могу сказать, потому что это экспертизы, еще раз подчеркиваю, сложные. Они проводятся не только в Харькове, но и в Киеве. Поэтому... Спасибо. Еще раз говорю. Каждое действие в таком групповом преступлении, каждый должен ответить за свои действия. И очень надвешенно нужно подходить, чтобы потом не было оборудований. Андрей Иванович, у этих парнях есть подписка про невыезд? Есть. Есть, да? Нет. И второе вопрос. Ну, Лен, и второе вопрос. Если мы говорим о куртожитке, где живут иноземцы? Чи можем мы говорить, что это куртожитки повышенной от небезопасности, да? Все же таки для этих людей? Ну, такого я не могу сказать, исходя из тех обращений, которые есть, я не могу сказать, что именно все происшествия массово совершаются именно только с участием иностранных студентов. Их живет меньшая часть во всех этих ухожестках, очень много. Большая часть граждан Украины, с которыми тоже происходят различные происшествия, правонарушения, преступления. Какой-то прям урожающей опасности я не видел. Спасибо, да. Еще вопросы. Хотел такие кризисные проценты, Ирина Горостелева. Я хотела бы уточнить по таким случаям. Сейчас активно идет отдыхательный сезон, так сказать. И участились случаи травматизма плавсредствами, ну это катера, лодки. Известно ли вам что-либо о случае на Везлёдовском водохранилище, когда скутер выехал на берег и травмировал девушку? И второй случай на Гамашанском водохранилище, где катер травмировал мужчину прямо в воде. Это городская территория, просто... Она больше не городская. Это не городская территория. А без городской территории? Нет, это областной, да. Спасибо. Тогда еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как реагируют работники милиции на нас гвардейцев, находящихся в алкогольном опьянении, в частности, поселки Жоповского? Скельков уже затремлено, может, Таких фактов, если они есть, мы как реагируем однозначно. Это пресекается, вызывается военная комендатура, военные патрули, тем более они тоже патрулируют город вместе с работниками милиции, и ими занимается военная служба правопорядка. Есть какой-то порядок, скажем, если человек является служащим, мобилизованным, и находится в таком состоянии, каким-то образом? Надежда, работники милиции пресекают, если есть такое правонарушение, и сразу сообщают военному суду правопорядка командованию части. Конечно, это отработано взаимодействие. Мы буквально сегодня задержались военнослужащего, который находился по ст. 187, часть 3, это разбой в розыске. Он на момент совершения преступления был военнослужащим вооруженных сил, передали военную прокуратуру военнослужащего правопорядка. Его этапируют сейчас в Киеве для избрания меры пресечения. В этом проблем вообще нет. У меня еще два вопроса. Вопрос первый связан с ходом расследования дел как называемой мусорной администрации, когда запишивали мусорный паб городского совета. Есть ли какие-то подозреваемые? Подозреваемых нет. Спасибо. В смысле, петь дозра никому не предъявлено. Так я вам скажу официально. И по фейерверкам. В год назад было принято решение Хайковского городского совета о том, что запущены фейерверки, использующие традиционные бюджетные города до кончания АТО. Тем не менее, регулярно в разных концах, разных частях города о том, что происходит фейерверки. Как милиция на это реагирует? Ну, сообщение не... Милиция может реагировать, но только после поступления сообщений. Но я не помню таких за последнее время сообщений, что фейерверки... Мы реагируем. Ну, то есть, порядок следующий. Если гражданин Украины видит или услышит фейерверк, он должен по знаке примерно определить место, и тогда работник милиции выйдет на эту точку. Ну, если это кому-то мешает, я просто не отлучаю конкретный фактор. Нет, не мешает, не мешает. Но есть же распоряжение. Дело в том, что мешает. Возможно, это наша недоработка, еще раз говорю, но обратим это внимание. Андрей Иванович, по смертевой иллюстрации, почему не выявлено, не оголошено про подозр? Не может выявить? Там на видео видно, кто. Не оголошено про подозр. Ну, почему? Не могу вам сказать, это проводится в следствии, и будет оголошено, на скорую скорую скорость. Спасибо. Господин начальник, еще один вопрос по скорости дозвона в 102. Есть обращение многие, что люди даже выявили правонарушение, звонят в 102, и вы, да, фактически полчаса, никто не берет, отслеживает их, кто-то сейчас это, и какая сейчас скорость дозвона? Контролируйте. Вопрос вообще крайне интересный, потому что периодически сталкиваемся с этим, что на 102 либо злоне, по техническим причинам ограничено работало, то есть в течение двух-трех сухо. Мы ее делали, работали. Я про такие вопросы неоднократно задавались, мы перепроверяли, в принципе работает, единственное, там включается связь, просят подождать, но до 30 минут, не знаю, сейчас, заодно и проверим, может ли я позволить. Видите, зачекает ли по медиатору? Возите. Нет, ну... Стандартное, стандартное обращение. Тогда сразу и разберусь. К сожалению, в настоящее... Добрый день, девушка. Добрый день. Скажите, сейчас вот происшествие у нас происходит по улице Иваново, двое молодых людей громко ругаются. Иваново? Иваново, 7 дробь 9. Иваново, да, Иваново, 7 дробь 9. Вот мы уточнили. 7 дробь 9? А на улице ругаются ли? Да, на улице, на улице очень. У вас это какого-то подъедет здесь? Нет, прям видно здесь. Вы представьете? Да, представлюсь, я Крищенко, начальник управления, это было вводное, мои журналисты. Спасибо. Я подъеду от него. Все может быть, возможно, какие-то технические были, но можете проверить со свого телефона. Капля холодного пота пробежал по смене девушке. 30? 40? Давайте, кто видит, вот, стеренье до конца. Через какое время? Ну, секунду. Нет, так я же сказал, что это вводное, я начальник управления. Следующий, да, сейчас ответ. Но, обычно, идет фраза, извините, к сожалению, операторы перегружены. И отключается телефон. Я разберусь еще раз и говорю, ну, данная ситуация так. Но, две недели назад у нас, да, лежало, потому что, станция очень старая, больше десяти лет устанавливалась система, десять лет назад, и бывают сбои. Ну, чтобы, мне нужно было дозвониться, я такого по крайней мере. Харьковский кризисный инфлятор, скажите, пожалуйста, по поводу новых патрульных, которые уже сейчас, ОК, презентуют в Киеве, скоро они выйдут в улицы, в Харькове, и, таким образом, нова квартиры сейчас будут? Когда это будет? И, как в этом вопросе происходит работа? Скажи, когда это, и что будет? До конца мая был завершен набор, сейчас проводится тестирование, заканчивается отбор инструкторов для новой патрульной службы. Тестирование проводится, проводятся проверки новых полицейских, ну, как бы, будут называться полицейские. Учеба должна начаться буквально со следующего месяца, и, ну, как планируется, с середины сентября они выйдут уже на маршруты. Мы сейчас разрабатываем маршруты, это будет полоста маршрутов по целому. Будет 800 человек. 800 человек будут, да. Они все будут автоматизироваться? Да. В заявах поступило, там, практически, четыре с половиной тысячи заявок на эти посадки. И благодаря тестам, и бекинг-конкурсам? Ну, вот такая вот анонсировалась, широко в Киеве, проводятся тесты психологические, уровень определяется, устойчивости, физические тесты, то есть, там, много тестов. Есть ли у вас вакантные места для воинов, которые вернулись из зоны? Сейчас реформа, ну, вакантные места у нас есть, и мы готовы принимать людей, лиц, тем более служивших в АТО, в этом самом, и некоторые, я знаю, подавали заявки в новую патрульную службу. Но сейчас, в связи с реформированием МВД, временно набор приостановлен, как только он будет возобновлен, будут принимать, то есть, все желания, кто сделает желание, все будут проверяться, и приниматься в милицию, если они подходят по определенным критериям, предусмотренным законам. Получится антиполицейский? Да. Это как и будет. Сидите, да? Да, да. База там будет, отбираются, отбираются инструктора сейчас, как и с действующих работников милиции, так и... В ГАИР вам относятся, нет? В ГАИР города, в подчинении управления ГАИРом. Я хотел по поводу стоянок на газонах. Еще вопрос. Могу сказать, по стоянкам на газонах, я встречался и замом городского головы, мы эту проблему договаривали, будем мы туда и участковых подключать, как сейчас мы их подключили к нелегальной торговле. А если снять и переслать, можно так делать? Можно. Должен инспектор создать прококов. Письма счастья еще не видены. Понятно. Возвращаясь к вопросу о наркотических средств в городе Харьков. Возле университета, президента на Московском проспекте знаете, Университет управления. Да. Прямо возле новой почки на стене появилась новая надпись, пожалуйста, покупайте, имейл, скайп. Вы как-то реагируете на подобные надписи? Ну, чтобы мы ездили, закрашивали, такого нет, потому что новое все равно появится. Ну, закрашивание понятно. Хотя вы в скайп выходите? Мы реагируем на сам факт избыта наркотиков любыми путями. То ли это гражданин сбывает, то ли это по скайпу, то есть там по новой почте, как различными путями. И вся наша реакция это в документировании и пресечении этого преступления. А по скайпу он не совершается. или в личном контракте это уже не имеет значения. Спасибо. Пожалуйста. Уточнение еще по контрабандным сигаретам, о которых вы говорили. В начале весны на сессию область совета господин Дмитриев обещал провести проверку по фактам продаж в супермаркетах товаров с маркировкой Крым, Российская Федерация. Были ли проведены эти проверки и какие результаты? Я не могу комментировать слова начальника главного управления. Мы проводим сейчас проверки по сигаретам контрабандным российским. Я просто не взял, но уже мы порядка 200 тысяч пачек очень много взяли. Сейчас составляем водка, пиво с маркировкой Крым. Он проводит проверять и супермаркеты. То есть в этой работе границ я не вижу пределов. Различие уличной торговли, в супермаркетах. Мне, как бы, мое личное отношение покупаем контрабандно, сфинансируем страну, которая засылает на Донбасс. Там же наши лечения. Я очень тщательно к этому отношусь. Да, пожалуйста. Городная инициатива, Сославский Александр. Насколько я знаю, в очередях формируется время оборудование по охране общественного со студентами. То есть, как я понимаю, по институту они либо не работают, либо не смогли адекватно отреагировать. Я так понимаю? Охрана общественного организации, это добровольная организация, если они действуют, то есть, согласно закону, совместно с милицией. Но у нас сейчас таких организаций, что прямо с нами они действовали, нет. Ну и подготовлено письмо, в принципе, это мы обсуждали, когда встречались с иорданцами, диаспорой, чтобы заключили договора на тревожную кнопку ректора института на услуги в немецкой милицейской охраны. То есть, иностранные студенты достаточно много денег, я так понимаю, приносят в бюджеты вузов, можно обеспечить. А милиция готова охранять, выезжать. И если будут такие громадские формования созданы, мы готовы с ними сотрудничать, обучать и выделять для патрулинирования сотрудников милиции. Спасибо. Спасибо, пожалуйста.